Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Но вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Мы в преддверии еще одного Рождества. Я назвал так «Еврейское Рождество 2». Ну, как бы нормально. Если посмотреть на все это, это нормально. Почему бы и нет? Почему бы не повеселиться дважды? Почему нам не попраздновать все дважды? У нас всегда есть причина, почему делать дважды. Две торы у нас, два свитка, имеется в виду обещаний. Бог дал. Мовше, две скрижали. Самые основные. То, что там еще есть добавка ко всему этому объяснению, это другое дело. Перед нами еще стоит самый важный праздник для многих. И нас хотят опять, ну как сказать, Христос народы все. И чего бы не сказать им в ответ Бого Ха-Шем. Да? Слава Богу. Что он родился. Должно быть это когда-то случится. Кто-то ждет, когда Мишаех придет. Но перед тем, как он придет, он должен еще родиться. Но мы знаем, что он родился. Бого Ха-Шем. И как бы кто-нибудь не праздновал Рождество, суть его заключается в простом. В рождении надежды для этого мира. Когда мы говорим о Рождестве, которое вот-вот буквально через день начнется для многих. Да? То мы вспоминаем о надежде. Надежда родилась в этот мир. Приятно вспомнить о рождении Мессии ради того, чтобы потом рассказать о том, что он должен был сделать. Без рождения нету и того, той причины, до чего человек пришел в этот мир. Однажды человек родится, потом умереть. Да? Потом смерть, суд. И у Ишуа он пришел в этот мир, чтобы умереть за всех нас, а потом стать судьею праведным. Я бы не хотел вспоминать мою прошлую проповедь на Рождество. Потому что мы уже знаем, что Бог с нами всегда. Да? Я говорил слово Амэнуэл. Но для начала календарного года я решил сделать небольшое направление для всех из нас. Для всех тех, кто желал друг другу хорошего Нового Года. Кто из вас желал что-то другому человеку? Два человека. Все остальные сделали, да, нарушу шона. Правильно, друзья. Так и надо. Но я хочу сказать, если Биби или Натаньяху сделал исключение для евреев и что-то пожелал им на Новый Год, почему бы не пожелать и нам? Но между двумя Рождествами, которые по западному и восточному календарю, есть что-то посередине. И вот что-то посередине Биби или Натаньяху желал всем евреям, русскоговорящим, те, кто на евреи тоже говорящие, хорошего Нового Года. Есть множество пожеланий от людей. И это всегда приятно. Приятно не то, что услышать. Потому что меня поздравляли многие, я многим не мог ответить по одной причине. Знаете, что я забыл проплатить свой телефон, пополнить счет. Я не мог ни позвонить, ни написать смс. Поэтому, если вы ничего не получили от меня, по выходящим, слава Богу. Все будет нормально, все как нужно. Есть множество пожеланий у людей. Самое интересное, что хочется, чтобы они исполнялись. Или они правы. Нам всегда хочется, все, что пожелали нам на Новый Год, чтобы они исполнились. Паша, правда? Ну, видишь, и так все хорошо. И все же есть одно пожелание, небесное пожелание, во время рождественских праздников, которое звучит уже 2000 лет. Которое мы бы хотели, чтобы оно исполнилось, это пожелание для нас, тем, кто живет в Украине. От Луки 2 глава 14 стих, говорится, такие простые слова, это небеса говорят. Слава Вышнюю Богу. Мы хотим сказать, как дела? Слава Богу. Так уже частично исполняется. Слава Вышнюю Богу. На земле мир и в человеках благоволение. Три вещи, которые хочется, чтобы они исполнялись для нас и для Украины. Чтобы мы говорили, слава Богу, у нас все хорошо, и у нас все в шоколаде. Да? Слава Вышнюю Богу. На земле мир и в человеках благоволение. То есть мы стали жить лучше. Хотелось бы это, чтобы было для Украины. Земле, в которой мы живем. Чтобы мы сказали, слава Богу, закончилась война. Слава Богу, у нас все стало на места. Слава Богу, мы стали жить лучше, чем вчера. Это божественное приветствие звучит уже 2000 лет. И оно является основным таким благословением для всех, которые ожидают от Бога чего-то нового. Многие политики вообще, вообще как бы и все бизнесы на этом деле, на Рождестве, использовали чьи-то день рождения, довольно хорошо пиарятся, довольно хорошо зарабатывают. И устроили из этого праздника целый балаган. Вы заметили, нет? Что все скидки почему-то попадают на Рождество. Все обещания, пожелания политиков на Рождество. Все самое лучшее. Каждый делает из этого праздника маленький кишевт. С чего-то что-то поиметь. Многие делают так. Но этот мир, забывая это в главном, что в этот мир, полон трагедий и проблем, пришел тот, кто смог сделать необычное. Примирить нас с Богом. Этот мир сегодня празднует рождение иудейского царя. И они делают это очень даже хорошо. Сначала с запада нас поздравляют с рождением еврейского мессии. А потом уже с востока поздравляют с тем же рождением мессии. Чем бы было бы неплохо. Все хорошо. Нужны не только подарки в этот праздник, но и слова. И, конечно же, как без стола. Хорошо потом поесть. Говоря об этом, я зачитаю еще одно местописание, которое предвестовало всем событиям, которые произошли 2000 лет назад. Чуть-чуть больше, чем 2000 лет назад. Фактически считается, что где-то в четвертом году до нашей эры Маши где-то родился. Это примерно где-то расчеты такие небольшие. Но я зачитаю Евангелие от Луки. Это послание Доброй Вести. С 67 стиха по 79. Много читать. Ну, поэтому услышите слова, которые мы уже как бы говорили. И предвестие того, что должно было произойти. Мы понимаем, что Захария, это отец Иоанна Крестителя, Йоханан, имея откровение от Бога, не поверил о том, что должно было родиться ему сын. И он ничего не мог сказать до того дня, как он родился. Имеется в виду Иоанн Креститель. И в этот момент, когда он родился, он дал ему имя, открылись его уста. И первое, что он начинает говорить, это пророческое слово. Поэтому, когда вы благословляете своих детей, благословляйте их на будущее. Благословляйте их пророческими словами. Захарий, отец его, исполнился Святого Духа. Не гнева, утром, когда вы собираетесь детей в школу, а надо исполняться Духом Божьим, благословлять их. И там он говорит, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам и в дому Давида от отрока своего, как возвестил устами бывших от века в святых пороков своих, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас». Похоже, что там еще та была проблема, что евреев ненавидели еще в то времена. Поэтому я думаю, что антисемитизм имеет долгие корни, долгих лет преследований. «И сотворил милость с отцами нашими, поменяет свой завет клятвой, который клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. Не обязано, но по избавлению от рук врагов наших, служить ему в святости, в правде перед ним во все дни жизни нашей. Ты, младенец, нарисешься пророком Всевышнего, ибо предъедешь пред лицем Господа приготовить путь ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. «По благоустропству и милосердия Бога нашего, который посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». И вот это послание, направить стопы наши на путь мира, очень важно и актуально для сегодняшнего дня. «Еще год назад мы думали об одном, но, скажу так честно, «Еще год не начался, а мы же все поздравляем с прошедшим, да, с прошедшим, «Еще год не начался, а уже у многих из вас головная боль. Как много из вас уже переживает стресс в ситуации? Как много из вас уже находится под стрессом? «Еще год не начался, кто-то может сказать мне, я уже сам нахожусь под стрессом?» Три человека, все остальные были ухажаем, все хорошо, слава Богу, так и держать под стрессом, под стрессом, но не так же сказать, что под шим, стрессом, под прессом, да, но под стрессом еще условно. Когда начнется старый Новый год, тогда точно начнутся все стрессовые ситуации. Но в сущности, как много из нас уже пробыли в стрессе в ситуации? Как много из нас не выходят из них? Потому что вся жизнь – это стресс. И, как говорят народы, да, мы без болезни, как бы без проблем у нас не жизнь. Все, все говорят так, все болезни от нервов, все нервы от стресса в ситуации, потому что это стресс на, как бы, на нервах, да, на пределе. Это вот сильно много болезней. Еще, знаете, много что происходит, еще многие из нас не смогли понять, что такое военный стан, да, военное положение. С нас его сняли. Мы не поняли, что это за стресс был какой-то такой, да, но уже все в полном стрессе, потому что Зеленский объявил себя против всех в предвыборной своей уже агитации. Ну, ладно, мы уже в стрессе только от того, что Зеленский будет баллотироваться кандидатом, да. Наверное, вся Украина уже под большим стрессом после этого, особенно после разговора с Гордоном. Но все равно все остается, как бы, с юмором, но на самом деле, кто из вас переживает стресс? Закрыв глаза, вы можете представить, почему? Ну, откуда или источник вашего стресса? Откуда у нас, вот если мы представим себе, откуда тот стресс, какая причина, что служит нашему стрессу? И знаете, не нужно быть пророком, потому что 1 Коринфянам 13.9 говорит так, что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Откуда у нас все проблемы, от нервов, от стресса? И могу сказать четко, я понимаю, не говоря о пророчестве, я понимаю, три причины, откуда у нас стресс. Источник. это место, где мы живем, почему мы живем, это наша квартира, это, возможно, наша работа, это, возможно, страна, где мы живем. Мы находим причину нашему стрессу в этом, либо это обстоятельства, источник наших всех стрессовых ситуаций, либо это люди, либо особенный очень человек, только, пожалуйста, не дергай своего соседа, это может быть твой супруг или супруга. Скажи, вот, 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 нашел источник своего стресса. Тихонько, ша. Люди. Для некоторых, быть тут уже стресс. Быть в общине. Да? Для некоторых людей уже стресс быть здесь. Некоторым уже говорят, куда я попал? Что это такое? Ни синагога, ни церковь. Ни евреи и не евреи. Что-то поют, что-то танцуют, что-то говорят, улыбаются друг к другу. И особенно ко мне, как будто мы вжили или росли недалеко от привоза. У каждого из нас стресс, даже будучи уже здесь, небольшой стресс. Поэтому, есть источники, которые нам нужно усмотреть, увидеть. В чем является стресс? Независимо от твоего источника стресса, нам нужно искать мир и примирение, и успокоение именно там, где источник твоего стресса. Вы скажете, Боже, что вы говорите, Ребе? Другими словами, мир и успокоение приходят там, где источник твоего раздражения. И если твой сосед, твои люди, твой человек, который с тобой рядом, либо твой дом, либо твоя работа, где бы не был бы этот источник, нам нужно найти мир в этом источнике твоего стресса. Нам нужно будет вернуться туда. Рождественская история как раз вот и подталкивает нас на этот поиск. Рождественская история кидает нам вызов для того, чтобы искоренить источник нашего стресса. Вы скажете, а это возможно? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. еврейский народ, когда он искал мира, примирения, избавления, то есть от стресса, который у них был, чаще всего имеет в виду врагов. Правда? И если мы смотрим в то, что говорил у нас Захария, он говорит избавить от врагов наших. Он говорит о том, что есть надежда, что мы будем избавлены от наших врагов. Не просто избавлены врагами, а от чего-то. И внутри нас мы заложили в себя немножко другое послание. Как еврейский народ, мы готовы были избавиться от врагов, от преследователей, от тех, кто ненавидит нас, чтобы поскорее это было физическое. Но внутри нас есть другие враги. то есть у нас есть такие враги, которые, как Украине, хотелось бы избавиться. Не только внешние, но внутренние врагов. Особенно, если это бедность, нищета, от унижения, от безнадёги, от провокации, от бандитизма, от хамства, от коррупции. И знаете, особенно в зимнее время от гриппа, который ходит, как рыкающий лев, смотря, кого поглядить. Начинается это с ноября месяца, заканчивается тогда на Пасху. Люди болеют этого гриппа и целые семьи. Мы так надеемся избавиться от этого гриппозного состояния. Кого не встречаешь, то температура, то насморк, то болеет, то ещё что-то. И только смотришь, как бы избавиться от этого страшного состояния называется грипп. грипп, ОРЗ, да, ещё так бы остро-распириатурное заболевание. Фактически Украина чем-то похожа на Израиль того времени, когда родился Мессия. Нам нужно избавление. Нам нужно избавиться от того, что нас так сильно гнетёт, как нацию. Просветить сидящих во тьме, в тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Кому из вас хочется состояния умиротворения, чтобы ваши все стрессовые ситуации просто избавились из вас? То, что вас раздражает, не приносит мира, на самом деле каким-то образом исчезло и хочется полного покоя. Мы хотим по жизни быть такими, но на самом деле нам хочется. Эти стихи указывают нам не на то, что Бог хочет только избавить нас от чего-то. Но на самом деле, если мы посмотрим на внутреннее состояние этого стиха, чтобы направить наши ноги на путь мира, означает, что Бог во время моей стрессовой ситуации не просто хочет меня избавить от чего-то, что меня раздражает, то, где я потерял свой мир, но на самом деле хочет сперва посетить меня в том состоянии, где я нахожусь. Мы хотим избавиться, но хотим ли мы получить убежденность в том, что Бог в моей ситуации и знает, как меня избавить от нее. Много лет я думал, что похитителем моего покоя являются другие люди, что они воруют мое драгоценное время, мой мир, мой стресс приходит много от людей, и мне, когда у меня был инфаркт, мне сказали, вы, наверное, чиновник, либо вы работаете с людьми. Я говорю, вы правы, я так и работаю с людьми. Стресс чаще всего приходит от людей. Я думал, что на самом деле мое состояние, мое стрессное состояние, мое давление, это стресс, переживаемый в результате чьей-то работы, гнилой работы. Я всегда думал, что обстоятельства жизни виновны в моем состоянии депрессионном. А многие думают, ну, правильно, поэтому я и срываюсь, поэтому обстоятельства в жизни такие, в жизни моей, я срываюсь, мне не хватает нервов, мое депрессионное состояние из-за того, что у меня, вокруг меня все это происходит. Я тоже так думал. Если смотреться в истину событий, то основным преступником моего личного состояния был я сам. Знаете, почему? Потому что я сам строил свой день. С кем встречаться, когда встречаться, куда поехать, где ввязаться в разговоры, с кем иметь бизнес, что я делаю. Фактически я сам управлял всем теми обстоятельств, куда себя я двигал. Если посмотрите свою жизнь, так оно и есть. Если бы вы не согласились на ту сделку, которую вы согласились пойти, чтобы услышать, что у вас бы не было этой депрессухи. Кто виновный? Тот человек, который заставил с тобой подписать договор, либо ты, который согласился пойти на эту сделку. Фактически, когда мы думаем о том, что кто-то виноват, надо посмотреть немножко на себя, где мы находимся. Развесинское обещание это путь к предлагаемым Богом. Верую в пророчество мы можем помнить, что говорит Исайя, 9 глава, 6 стих, ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя, какое? Чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Это послание на Рожесо, или я не прав? Это то, что мы всегда ожидаем, мы говорим, Эммануэл, Бог с нами, младенец родился нам, нарекут ему имя. Давайте еще раз перечислим, какие имена у него были написаны. Чудный советник, кто прислушивался к нему когда-нибудь еще. Почему-то когда мы идем на сделки, мы не прислушиваемся его. Когда мы делаем свой график распорядка дня, мы что-то не прислушиваемся иногда к нему. А написано, что он советник. Потом, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Кто-нибудь заметил, что там есть перечисление таких князей, как князь удобств. Нарекайте ему имя князь удобств всех. всех сервисов, всей безопасности. Князь уюта. Пришел и уютно так дома. Так классно. Слава Богу, у меня есть князь уюта. Или наконец-то моих пожеланий. Но знаете, что происходит, когда мы попадаем под стресс? Потому что мы знаем, что Писание очень хорошо. Мы привыкли к тому, что Бог есть все, что мы хотим. И по какой-то причине мы начинаем искать у Бога ответ на свои стрессовые ситуации, на то, что у нас забрал мир, что мы не чувствуем мир в одном деле и другом. Мы ищем ответы для того, чтобы нам было удобно. Чаще всего. То, что мне неудобно, тем ты должен мне быть. Я, наверное, потерял вас сегодня. Что-то вы так тихо сидите. Реально. Где-то я потерял вас на каком-то момент. Это Рождество именно в таком состоянии не должно быть. Должно быть немножко повеселее. Похоже, что Новый год начался со стресса. Сразу с проповеди моей. Причина нашей веры в том, что когда мы нуждаемся в каком-то мире, покое, мы представляем себе этот мир так, как мы хотим. Как нам удобно. Но не так, как говорит Писание. Мы хотим. Мы хотим этот мир. Когда нам нужен мир, мы мечтаем о том, что нам наиболее выгодно. Да? Особенно в сделках, вопросах, решениях по семье. мы хотим мира, но так, как нам выгодно. Мы же хорошие, мы же любимые у Бога. Но невозможно пережить мир, если у нас есть одна проблема. Мы не можем понять успокоение, принять от Бога успокоение, если мы ожидаем идеального состояния. Что я имею ввиду? Все должно быть идеально, идиллией. когда в нашем разуме понимаем, что выход из стресса или ситуации, в которую мы попали, должно быть вот такой идеальный, тогда придет этот мир, мы глубоко ошибаемся. Невозможно миру прийти, если мы ставим идеально событий во голову вопроса. Враг нашего покоя не люди, не место или обстоятельства, а вымышленное, идиллия, которую мы хотим, чтобы она произошла. Я знаю, что я что-то такое сказал, что-то может неудобно. Вы скажете, ну же люди же источник моих проблем. Нет, нет, мы хотим идиллию, лишь как мы хотим ее увидеть, и на это опираемся, и только тогда, если будет так идеально, как мы хотим, придет полный мир, полный стиль, все будет хорошо. Я это знаю, хорошо, все будет хорошо, а вы это знаете, когда будет этот мир. Рождество указывает нам на это, на мир, который, написано, который мир не может нам дать, который за пределами нашего мира. Идеально то, что родилось в Ифлиеме. в Ифлиеме родилась надежда миру. В Ифлиеме родился неидеальный освободитель мира. Услышьте, мы хотим представить, что в Ифлиеме родился Машиех, идеальность всего. Но хочу показать вам нечто. В Ифлиеме родился ребенок, зависящий от мамы, которая его пеленала, кормила и удивлялась. В Ифлиеме не родилась идеальность. Иначе бы он сразу ходил, пел, пил и все остальное. В Ифлиеме родился зависимость от других. Может это придет откровением каким-то особенным для кого-то. этот князь мира, который должен дать тебе тот мир родился, чтобы быть в нужде, запеленным, накормленным, быть в тепле. если я хочу переживать мир, который я бы хотел пережить, тогда мне нужно сдаться от моих ожиданий идеального мира. Если мы сдадимся в чувство, которое мы имеем в свой идеальный мир, в свою идиллию, тогда возможно, что тот мир, о котором мы мечтаем, он придет независимо, от нашего идеального воображения. Я могу сказать точно, что я не смогу найти мира не в том, где я нахожусь или в ситуации, в которой Бог меня поставил, но могу найти мир тогда, когда я встречусь с Богом, который в этой ситуации может дать мне руку помощи. мы иногда это путаем, потому что я как человек не могу ожидать идеального поворота времени. Хотелось бы, как верующий человек, мне бы хотелось, но я могу встретиться с тем, кто регулирует этот мир внутри меня, шалом, который мы ожидаем, потому что я могу возложить все свои нужды на него. Рождение Мессии в этот мир означает положить свою надежду на того, кто регулирует этим миром, не так, как этот мир нам диктует. Матфея 11, 28, говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, и я вам дам шалом, если ты возложишь на меня свою идиллию, отречешься от того мира или той идиллии, обстоятельств, где ты найдешь этот мир, ты возложишь на меня. Псалтир 22, да тигелым, если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокоят меня. Удивительная вещь, причина моего умиротворения не в том, что я буду избавлен, и утешение не в том, что я буду избавлен, а в том, что когда я буду идти долиной смертной тени, я не буду бояться. Вот этот мир. Когда мы проходим наши обстоятельства, я чувствую, что этот мир, который свыше и благоволение ко мне, оно существует внутри меня, что он рядом со мной, он проведет меня. Я не жду, когда эти обстоятельства изменятся, а потом я пойду, а когда я иду в долину смертной тени, когда я прохожу эти обстоятельства в моей жизни, когда я двигаюсь по жизни, то есть, в которой я живу, тогда в этих обстоятельствах, в этом месте, с этими людьми, там находится Бог, и Он меня проводит через это, потому что я опираюсь на Него, мой жезл, то есть, его жезл, я на Него опираюсь, то есть, моя опора в Нем. Странный мир у Бога, правда? Странный путь, который Бог предоставляет человеку, чтобы получить умилетворение, то есть, шалом внутри себя. Для Бога нужно было избавить Израиль от врагов и принести им мир. У меня тогда вопрос, если Бог всемогущий, сильный, почему Он не повторил то, что Он повторял раньше? Почему Он не сделал идеального спасителя? Что вы имейте ввиду? Он и так идеально, родился же в этот мир. Я имею ввиду, почему бы не примкнуть к той части, которая была в Танахе? Послать Избавителя, как в Ерехон, пришел князь Царства воинства Небесного во времена Иисуса Навина. Помните, да? Почему не сразу негрозного великого всемогущего такого царя прислать? И все как увидели бы, все бы изменилось. Почему нужно было созависимое послать, чтобы потом дать нам свободу? Услышьте, о чем я говорю? Может быть, вы поймете, что идеальный план был Бога не в том, чтобы послать воина, в том, потому что уже это было раз, а в том, чтобы послать то немощное, зависимое, чтобы на него возложить всех зависимых от нас. Странный путь у Бога в виде беззащитного ребенка. Странный мир Бог дал человеку, чтобы зависеть от зависимого. Бог был с нами, и Он остается с нами. Наш хрупкий, незащищенный покой, в котором мы нуждаемся, находится в руках того, которого пронзили на Гуговском Христе. Тот, который понес наши грехи, наши болезни, наши обстоятельства. Без него чувства мира не может быть. Так исполняется странный мир, который Бог посылает в этот нас с вами, не идеальный мир. Через долину Кедрон нужно было пойти на Голговский холм, чтобы там через смерть дать жизнь вечную другим. Хочу сказать простые слова. Божий Сын пришел беззащитным в этот мир. Послание именно на Рождество. Божий Сын пришел в этот мир беззащитным. Вы скажете, но он же был Богом. Он был еще беззащитным. Иначе бы не сказал бы Мирьям Иосифу «Возьмите младенца, бегите в Египет». Услышите картину, которую я хотел бы вам показать. Бог именно ввез его Сына беззащитного и ко всему он беззащитным умирал. услышите реальные вещи. Он беззащитным пришел в этот мир и беззащитным умирал. Хотя мог воспользоваться всей силой, всей славой, могуществом. Удивительный Божий мир. В какой-то момент нам хочется быть самыми сильными, сами противостоящие по всем этим ситуациям. Мы не хотим быть слабыми, мы не хотим быть подвергнуты какими-то атаками, мы не хотим показаться, что мы беззащитны вообще. Но ирония заключается в том, что Ишуа пришел в этот мир беззащитным, окутан был в пелене человеческой жизни, положен в ясло мирового, так сказать, мировых перемен, в ясло надежды, умирая на глаголском кресте, оставался беззащитным для того, чтобы ты и я смогли знать, кто Он. могли бы знать, кто Он. Каким-то странным образом мы привыкли к тому, что Божье присутствие, когда мы славим Бога, когда мы молимся, мы начинаем переживать какое-то состояние миротворства, такого мира, да, мы чувствуем переживаем безопасность, мы пришли на собрание, мы расслабились, все так классно, все просто чудесно. Мы привыкли так, друзья, мы привыкли. А знаете, что произошло, когда было объявлено человеком мир, когда было объявлено слава Вышних Богу, человеком благоволения. Я прочитаю. Лука 2, 2 глава, 9, 10 стих. Вдруг пристал им ангел Господень, то есть слава Господня сияла. Как мы понимаем, что здесь, когда мы находимся, слава Божья, она наполняет нас, правда? Мы чувствуем себя хорошо, приятно, классно, мы славим Бога, мы величаем Его, нас мир в душе, и вдруг убоялись страхом великим. Вау! Иногда чувство присутствия Бога, Его явление для нас не обязательно должно быть чувством радости просто, а иногда страх. Кто мы, кто Он? Почему меня избавил, а других нет? Почему ко мне благоволение, почему мне должен быть мир? Мы должны понимать, что страх Господень, это начало мудрости, когда мы приходим на собрание, нам нужно понимать вообще, для чего пришел Машиах в этот мир и кем мы стали посредством Его прихода. Не всегда, когда мы переживаем Богу, Божью славу, мы обязаны переживать блаженство. Мы в первую очередь должны понимать, что дано нам, кто нам дан, почему Он пришел в этот мир, кто пришел в этот мир и для чего, чтобы дать нам шалом. Мир или спокойствие для пастухов пришло тогда, когда они испугались, пережили страх. В этом Рождество, в этом переживание ты стрепетом переживаешь Божье присутствие, где Он говорит успокойся, у меня для тебя подарок, ты будешь жить в мире, если ты будешь ходить со мной. Слава Вышне Богу на земле мир в человека благоволения. Мир на землю. Псих говорит, мир для земли, не мир мирской для всех остальных, но говорит, а иди с Богом. Да? Мир, ну иди с Богом. А Господь говорит, мир даю земле. Шалом, а не тот мир, который вы друг другу даете, безопасность, иди спокойно. мир оставляю вам. Ишуа говорит, Иоанна 14 глава 28 стих. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится. Сегодня послание, которое я хочу сказать, нам нужен мир, как и стране, так и каждому из нас. Источник наших переживаний, источник нашего дискомфорта, источник нашего стресса, не люди, обстоятельства, либо места. Мы сами становимся источником стресса, потому что мы не можем каким-то образом возложить на Господа все наши проблемы. А Он говорит, подождите, я для этого пришел, чтобы ходить с тобой, те обстоятельства, которые находишься. Возложи на меня весь твой стресс. Я научился хранить свой мир по кусочкам. Если бы я всегда дожидался, пока все мои дети успокоятся во время завтрака, наверное, было бы сложно. Если бы я ждал, чтобы все обстоятельства сложились хорошо, миротворно, когда успокоятся все, если бы я дожидался тех обстоятельств, чтобы они изменились, чтобы все было мирно приступить к каким-то действиям, то, наверное, я бы давно нашел себе место в северной части нашего города. Кто не знает, это северное кладбище. Но я научился что-то делать по-своему. Я научился мир, который Бог обещает делить его на кусочки. Когда дети пришли найти в этом мир, что кому-то яичницу нужно сделать, кому-то может быть овсянка, кому-то еще этот балаган, который дома. И ты понимаешь, что мой мир должен приходить по кусочкам. И когда я этот мир принимаю по кусочкам, то я радуюсь в том, что мои дети пришли ко мне в мой дом покушать яичницу, что я готов им сделать овсянку, и что они здесь со мной рядом, даже если такие разные. понимаете, о ком мире я говорю, мы должны научиться держать это все вместе. Я себя спрашиваю несколько вопросов в обстоятельствах, которые я попал, а что бы сделал бы Ишу в этих обстоятельствах? Что бы он сделал? Как бы он себе повел? Что бы предпринимал он? И когда-то все случилось или случается, вообще что я могу изменить? попадали в такие ситуации, да? Однажды я просто один пример сделаю. Мы ехали за границу, и Татьяна забыла свою сумку в поезде, в которой были деньги, телефон и все остальное. Поезд уехал, она осталась, и она уже бегала по всему вокзалу, искала, как найти эту сумку кто-нибудь. я стою спокойно понимая, что я могу сделать оттого, что я пальцем сделаю, постучу, буду кричать, молиться. Уже это произошло. Она подошла ко мне со слезами и говорит, спасибо тебе, спасибо тебе, что ты не ругаешь меня. Я говорю, а в чем смысл был бы? оттого, что я накричу на тебя, что ты не побежала за этим поездом сзади, как шапокляк, да, чтобы изменилось. Оттого, что я буду ругаться, оно не изменится, сумка не появится. Но мир остался. И вы знаете, что Господь пополнил все то, что мы потеряли? Кроме сумки, кажется. Шутка, шутка. Захария пророчествует не о том, что он даст нам мир или направит. Захария не говорит, что он даст тебе мир. Он говорит, он тебя поведет. И вот просветить сидящих во тьме, тени смертные, направить ноги наши на путь мира. Мы должны понять, что нам обещание мира не просто дано как обещание, но то, что он нас направит. Вот это слово, которое нас направит, означает выпрямить, направить, вести и управлять. То есть действие не ожидать, пока мир придет, а ходить в нем, находиться в нем. И я хочу вам сказать, это послание Рождества, когда говорит мир вам, Бог когда сможет вам мир, не ожидайте, что он придет когда-то, обстоятельства изменятся, ходите в нем, находите в этом мире, потому что Рождество это обещание, обещание быть с нами, так как это Рождество означает Эммануил, Бог с нами. Нам нужно помнить. И заканчивая это собрание, это послание, хочу сказать всем тем, кто пришли к нам уже первый раз. Возможно, вы никогда не принимали Ишуа личным спасителем, потому что даже, может быть, решаете, что этот праздник религиозно-государственный, а может быть, вы связываете это Рождество как выходной, с работы уйти, слава Богу, и на этом им спасибо. А может быть, для тех, кто уже давно верующий, как-то простеряли свой мир, свое послание, которое дано вам. Хочу обратиться ко всем нам во время Рождества. Слава Вышней Богу! Сможем ли мы сказать это за все, что в нашей жизни происходит? Сможем ли мы сказать мир у нас в доме, и что Бог благоволит к нам? Если не можете, я хочу позвать вас на простую молитву. На молитву поговорить с Богом в предрождественские дни. Я бы хотел, чтобы многие из вас поменяли свое мышление от событий, которые исторически указаны на Рождество Иисуса Христа и Шоуа Мессии, на отношения с реальным Спасителем Князя Мира. Если этого нет, я думаю, что это время размыслить, сказать ему. Возможно, вы в обстоятельствах таких находите, что только Бог может помочь вам. Сделайте это. Возможно, вам нужно примирение с родителями, мы говорим, с людьми. с мужем, с женой, с детьми. Возможно, но вы пройдите этот путь. Не ждите, что оно изменится к мирной ситуации. Находясь в нем, спросите, что для мира нужно между мужем и женой, между родителями и детьми. спросите Бога, что необходимо сделать в ваших ситуациях на работе или в месте, где вы живете. Возможно, вам не нравится Украина, вы же ищете себе другое место жительства. Спросите, почему, что раздражает вас. Разве здесь нет Бога? Разве Бог не благоволит в стране, в которой мы живем? Если не благоволил, нас бы не было. А если Бог говорит, что нам не нравится, вы скажете, все, все не может быть. нам нравится наша квартира, наш уютный дворик на Молдаванке, где каждый себя, каждого знают. Нам не нравится новый привод, потому что старый был лучше. Посмотрите на те обстоятельства другими глазами. Это Рождество. Я надеюсь, что эти слова, которые сказали ангелы, мы восприним как реальность послания для каждого из нас. Слава Вышнему! Сможешь ли так сказать? на земле мир и человеком благоволение. Давайте мы станем нашим новым. Вы можете повернуться к своему соседу и спросить его, слушай, а ты примирился с Богом? Несмотря на то, что ты верующий чуть давно, а возможно ты первый раз здесь. Возможно ты уже несколько раз был и тебе абсолютно все поровнуло. Давайте мы создаем, что Рождество это послание мира. Пойти к источнику нашего раздражения и знать, что Бог знает. Возможно вам нужно купить коробку конфеты и пойти к родителям. сесть с ними за чашкой чая сказать мама, папа, простите меня. Возможно к соседу, который триста раз его забивал и сказать и дам тебе еще денег почини свой ковер, свой пол, свой кран. Я не знаю, что это было бы, но нам нужен мир в нашей стране, нашей экономике, нашей политике, наших домах, городе, нам нужен мир. За это хотел бы молиться. Если ты не знаешь Бога, тебе нужен мир. Просто подними руку, Господи, мне нужно. Если ты давно уже ходишь с Богом и ты не чувствуешь этого мира, тебе нужен мир. Тоже поднимите руки. Потому что каждый раз я поднимаю и говорю, Господи, мне нужен мир. Мне нужно мир по кусочкам собирать. Я хочу находиться в этом мире, пройдя трудности, пройдя свою шокотерапию, которая проходила в больнице через инфаркт, через еще операции. Я должен пройти до шокотерапии и знать, что ты со мной. Ты рядом. И если я пойду долина смердной тень, я не боюсь. Потому что ты со мной. Потому что моя жена со мной. Мои дети со мной. Мои друзья со мной. Моя община со мной. Я знаю, абсолютно знаю, что ты не знаешь. Спасибо Анна. В эти рождественские дни, во время рождения иудейского мессии, еврейского мессии, спасителя мира, мы сегодня празднуем рождение мира в нашем сердце. Полную уверенность, что мы твои дети. Не сомневаюсь, что ты снабь. Я пройду через суматоку, через ситуацию. Не папа с мамой виноватый, не даже родителей, или же жена с мужем, не мои начальства на работе, не страна, где я живу, не это виновники моего дискомфорта. А я сам позволил огорчению прийти в мою жизнь. Не доверяю прийти в мою жизнь. огорчению, что не могу довериться тебе самому, особенно людям. Мне нужен твой мир. Мне нужна твоя милость и благость. Ты и мой Бог. Я нуждаю с тобой. Мне нужно твое исцеление, потому что источник моего дискомфорта моя болезнь. А я довожусь до этого. Я нервничаю, переживаю, говорю об этом. Господи, мне нужно получить мир в моем сердце, чтобы в этой ситуации ты рядом и ты не допустишь того, что я себе накрутил. Во имя еще из-за лента. Мы просим исцеление. Сейчас каждому человеку, кто нуждается в этом от ОРЗ, проблемы с респираторными заболеваниями наших детях, родителях, и соседях, состояние, где нам нужна реальная помощь от исцеления от рака, от гепатита, от других проблем, где не с расставится космос. нашим унылый душ наши кости ломает. я прошу тебя, чтобы ты умрался. Пришла радость нашего спасения, пришла радость помазания, то, что ты с нами сейчас, в этом мгновении, в этом мгновении, святый, 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 благословляй, ты достойна, ты достойна, ты достойна, мгновения. Каждый год мы говорим о целях последующего года. Этот год для общины Орха-Машиех, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет? Мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам.